В республике продолжается работа по адресной помощи военнослужащим, участникам специальной военной операции и членам их семей. Хочу напомнить, что семьям участников специальной военной операции предусмотрена материальная помощь в размере 150 тысяч рублей на газификацию домовладения. Здесь нет никаких требований для доходов. Напомню, что на сегодня этой услугой у нас воспользовалось 26 семей. Отдельный перечень мер поддержки предусмотрен для детей, участников специальной военной операции. Это освобождение от родительской платы в детских садах, это бесплатное горячее питание в школах, бесплатные путевки на летний оздоровительный отдых, приоритетное заключение договоров на целевое обучение и выплата специальной стипендии, обучающимся в высших и средних образовательных организациях. На сегодня социальная стипендия установлена 608 студентам, которые обучаются в вузах и СУЗах. Также у нас в республике продолжается отбор кандидатов в социальные координаторы фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». На сегодня предварительное тестирование прошли 22 человека. Их данные направлены в Федеральный фонд «Москву», и те кандидаты, которые прошли отбор, они будут направлены на дальнейшее обучение в Дальневосточную академию государственной службы в городе Хабаровске. Начало обучения планируется в середине мая. Также я напомню, что указом главы республики установлена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей для граждан, которые, начиная с 1 марта текущего года, заключают контракт на военную службу в вооруженных силах Российской Федерации. На базе санатория «Абирал» в городе Якутске организован единый пункт отбора кандидатов на военную службу, где они проходят медицинский осмотр, беседу с психологом и получают заключение на возможность дальнейшего прохождения службы по контракту в вооруженных силах Российской Федерации. С кандидатами, которые проживают в районах и городах республики, отбор осуществляется военными комиссариатами там, где они есть, и главами муниципальных районов, где отсутствуют военные комиссариаты. Также напомню, что всем кандидатам, проживающим в районах и городах республики, военкоматам республики оплачивается проезд и проживание в городе Якутске на период прохождения отбора на службу по контракту.